В жизни человека есть два критерия, которые влияют на качество его жизни. Это прежде всего, есть такое понятие отношения. Отношения с самим собой и отношения с окружающими. Всего два. Это отношения. Как человек относится к себе? Смотрит он в зеркало и нравится ли ему его отражение? Нравится ли он сам себе? Когда человек себя полюбит, после того, как долгие годы относился так всяк, видел какие-то недостатки и все такое, после того, как человек поймет, что это все недостатки, это страх перед мнением других прежде всего. Личные критерии здесь не играют никакой роли. Если бы человек сам с собой был, никого не было, ему было бы абсолютно до задницы, как он выглядит. А так как он зависим от отношения с другими людьми, вот это отношение к самому себе и играет такую значительную роль. Ну и второе, это самое, это отношения с другими людьми. То есть каким образом должны налаживаться или быть отношения с другими людьми. Вот каким образом. То есть если человек эгоист, он, есть такое понятие эгоизм, я, большой я, да, то он все время оценивает поступки других людей со своими знаниями, со своим опытом или же постоянно-постоянно противоборствует с кем-то. То есть вот я и не я для него существует. Я и не я. И отношения получаются от такого эгоизма с этим эгоизмом, с другим, с третьим, с десятом, с четвертым. В общем, постоянно такая борьба происходит. То есть человек, человек втягивается в эту борьбу, а потом политики это используют для того, чтобы таких борцунов вытягивать и направлять их в группы определенные, чтобы, ну, так сказать, ввести свое... Создать из них из таких вот борцунов стада. Но вот это отношение с другими людьми, оно очень важно. И на чем же оно должно основываться? Ну, прежде всего, можно говорить много умных слов, но корнем всей проблемы является понимание, что такое я, что такое эгоизм, что такое личность. Когда человек поймет, что это, в принципе, программа, я, эта программа, которая нас собиралась за всю жизнь, акции, реакции собираются, и мы им учимся в младенчестве, у дядь, у тети, у мам, у пап, у старшеклассников, мы учимся, мы воспитываемся таким образом, что мы так рефлектируем на ту или иную ситуацию. То есть если мы воспитываемся в абсолютно безэгоистическом обществе, где всем далеко, глубоко до задницы, там, что делают, как о них подумают, то человек тоже таким же становится. Это естественно, да? Но в основном мы воспитываемся там, где в социуме, которое предполагает некоторые взаимоотношения, такие эмоционально натянутые. Ну, всякое в жизни бывает. Поэтому эгоизм играет роль в такую охранную, то есть вот охранять это самое от чего-то. Но на самом деле я, это всего лишь программа, которая делает человека несчастным, потому что его отделяет от других. Во-первых, он ментально не связан с другими заборами, а обставился, да? И во-вторых, то есть не понимает других. Если человек эгоист, он в основном не понимает других. Только в очень таких определенных случаях, когда его просто раскрывают, и он может понимать напрямую. Обычно такие люди всегда, когда в разговорах или чем, думают свое и постоянно крутят свое кино, чтобы вставить свои пять копеек в разговоре. Но если человек понимает, что я – это программа, то есть он рассматривать начинает каждый момент своей жизни с этой точки зрения. И в конце концов, я, если на него смотреть долго, как любая эмоция, потому что эгоизм – это определенная вибрация, определенное поле, в котором человек живет, то есть он рассеивается. То есть если на него смотреть, рассеивается с высвобождением большого количества энергии. То есть человек становится хорошо, когда он поймет, что у него есть я, и вот оно так реагирует. Только на это посмотрел, на эту реакцию, о, здорово, какое-то, это называется просветление. Ты в конце концов понимаешь, что ты глюкуешь. Ну и вот, таким образом человек избавляется от влияния этого эмоционального состояния, которое называется эгоизмом. И если его практика проходила очень настойчиво, будем говорить, то в течение пару-тройки лет вполне возможно, что человек начнет уже гораздо меньше реагировать на внешний раздражитель. То есть отношения с внешним миром станут гармонические только из-за того, что исчезнет реакция эмоциональная, которую называют я или эгоизмом. То есть нет я, нет проблем. Представляете, когда нет я, нет чего задеть. Существует чистый разум, который описывает, встречается с разными людьми и рулит этим всем без каких-то проблем особых. А вот люди большинство и подавляющее большинство имеют эти самые проблемы. Потому что почему? Потому что у них нет эмоциональной грамотности. Никто им не сказал, что я эта программа, они сами этого сначала, как говорится, идут слова. Вначале было слово, когда это слово входит в человека, он начинает его натягивать на себя, примерять, примерять. В конце концов он понимает суть того, что ему сказали. Потому что изначально большинство просто путают слова с пониманием. То есть понимание слов просто это не значит понимание смысла. Для примера скажу, возьмите любое слово, с кем человеком говорите, в один момент остановите его и скажите, объясни мне, что это значит, вот это слово. Я хочу пойти куда-то. Я. Что такое я? Вот я вам рассказал, да, сейчас. А обычный человек не скажет. Пойти. Что такое? Передвигаться. Туда, туда. Каждое слово должно иметь свой смысл и значение. И таким образом это упрощенное такое. А есть более-таки глубокие, это самое. Мы поверхностные люди, и из-за того, что мы словами пользуемся так поверхностно, никак, то есть получается, что понимания нет. Люди цепляются за слова, а не за смыслы. Когда человек осознает это, то есть в конце концов появится понимание. То есть то, что называют человеческой интуицией, станет безграничным. И тогда человек начнет понимать, понимать людей, понимать животных, понимать природу, всего окружающего мира. Это никакая не магия, это нормальный ход вещей. Только эту школу давно-давно забыли и закинули глубоко-глубоко в подвалы, чтобы она не мешала и, так сказать, не мешала растить рабов, запрограммированных программой школьного и высшего образования. То есть система, программа начинает рулить. Недаром в демократизме свобода личности провозглашена наивысшим идеалом. Это значит, свобода эгоизма является высшим идеалом в тех пределах, когда этот эгоизм не сталкивается, не нарушает свободу другого эгоизма. И вот эти эгоизмы должны, как клетки в нашем организме, вот так вот в своих коконах передвигаться, свободные, и соприкасаясь только так. Hello, hello, никак. То есть пониманием у них никак. Они просто ходячие эгоизмы, которым внушили, что они вот это. А так на самом деле они просто клетки огромного социального механизма. Вот чтобы развить это понимание, необходимо понять прежде всего основы эмоциональной грамотности. Что существует? Эгоизм, о котором мы уже говорили. Существует злость, ревность, зависть, желание. Очень интересная вещь, которая очень тонкая и сложная. Мы все знаем, что как нам хочется кушать, тянется к алкоголю, тянет к наркотикам, тянет ко всем разным вещам, таким этим самым сексуального характера, тянет, тянет человек. Это все желание, эмоции, это все имеет энергетическую основу, полиэнергетическую, определенной чистоты. Чистая физика, никакой магии. То есть если наука не может это зафиксировать, это не значит, что этого не существует. Потому что биологический организм, он гораздо совершеннее, чем любой робот или чем любые программы, которые созданы наукой. Таким образом, мы должны прежде всего вот эти две вещи, отношения к себе и отношения с окружающими, гармонизировать. Таким образом, чтобы первое, в отношениях с собой понравиться себе, увидеть в отражении друга, приятного собеседника, приятного человека, приятную личность, вне зависимости от морщин, от возраста, от всего, просто увидеть себя. Это критерий, это оценка. Если ты, а для этого нужно себе голосом помогать, я люблю тебя, мое отражение, я очень тебя люблю, ты мне нравишься, разве в этом есть что-то плохое, если мы скажем своему отражению что-то, неужели это не есть каким-то видом психотренинга, неужели это нужно стесняться, неужели мы должны у какого-то абстрактного господа, господина, хозяина, которому мы выбрали и сказали, что есть какой-то хозяин у нас, мы должны обращаться, чтобы он дал нам радость и покой в душе. Так вот, не обязательно обращаться к абстрактным единицам, таким размытым, размыленным, неизвестно каким, и никто не объясняет каким, а просто обратиться к своему зеркалу, который мы видим каждый день, и таким образом просто-напросто внушить ему любовь, ту же любовь, которую внушает религия в отношении полюби ближнего. Так вот, изначально ты не полюбишь ближнего, если не полюбишь себя, не понравишься себе, ты должен себе нравиться. Это же так просто, вот так раз и понравится. Мы каким-то образом собираем разные грехи, думаем, что мы такие, мы сякие, у нас все это все... Извините меня, мы берем камень, тяжелый камень, и чувствуем его тяжесть. Но если мы то же самое сделаем в голове, мы не должны чувствовать его тяжести. Мы можем этим камешком играться как хотим, поэтому сознание наше вольно от физических законов. Поэтому мы можем этим пользоваться, и поэтому не обязательно говорить то, что там, ой, какие мы несчастные, какие мы плохие, нам посмотреть, какой ты счастливый человек, какой сильный, сколько у тебя достоинств, и это самое. Только нужно их рассмотреть внимательно. То есть нужно вот это позитивное мышление вместе с этими практиками, такими личными практиками. У нас каждое движение наше может быть практикой. То есть зеркало может быть нашей практикой. И вот отношение к себе, именно с помощью зеркала, мы должны вносить. Не просить где-то покоя, и это самое, любви, радости, где-то там абстрактно, а говорить, что ты хороший, человек должен взять роль на себя в своей жизни, хозяина своей жизни. Не какому-то хозяину где-то там, а вот хозяин ты, а то отражение ты его, твой ученик, и ты его учишь. В конце концов, эта практика просто приведет к тому, что человек подружится сам с собой. То есть это решит проблему, и тогда уже можно решать проблему в отношениях с другими людьми. А здесь уже несколько другие правила, о которых мы говорили, что нужно все-таки понять, что ты являешься личностью, которая имеет свою программу «Я». И если понимание существует, что это программа, то есть оно есть, не надо с ним бороться с эгоизмом, не надо с ним что-то делать, дробить сюда-сюда, просто нужно понимать. Вот «Я» – есть «Я», есть «Я». Все, это программа. И вот оно так реагирует, тело так реагирует. А потом уже программа виртуальная наша тоже начинает помогать в этом, то есть то, что называется фобиями. И поэтому, когда человек нашел в отношении себя порядок навел, тогда он уже начинает наводить порядок в отношении с другими всеми живыми существами. И тогда гармония приходит, и человек становится радостным, довольным жизнью. Прежде всего, его главной защитой является понимание, просто чисто понимание, никакая не борьба, ничего. Выкидываем нафиг, это хорошо и плохо, все выкидываем. Есть просто-напросто понимание, что это и существует программа. Мы такие же биологические механизмы, как любые роботы, как любые компьютеры, и все. Только мы гораздо совершеннее. И поэтому я, когда помощь такая защита, нет я, нет проблем. Вот если вот этот нет я, нет проблем, рассматривать, рассматривать до полного его понимания, тогда нет за что. Никто не может угрызть человека или за что-то зацепить, чтобы его привести в состояние эмоциональное. Ну, не существует такого понятия. Это универсальный рецепт. Его нужно понять, просто понять. Глубина должна в глубину. Не просто слова нет я, нет проблем. Это вообще ничего не значит. А есть в этих словах глубина, которая прячется в нас самих, в нашем механизме. И вот когда это понимание приходит, тогда человек становится свободным. Все.